ребятушки мои привет значит я еще вот представляете занимаюсь тем что я заливаю видео с грицьяно потому что я вчера просто весь день заливала все связанное у нас с винистрелли значит крепостью винистрелли вот и теперь наложилось у меня еще посадили как-то сразу без перехода я поехала значит вот это в грицьяно да и теперь у меня как-то там все мучения у меня объединяются вместе вот все связано меня тащит вот мое сознание до меня тащит не в ту степь ребятушки в очень тяжелую степь скажем так и вот у меня даже сегодня начались такие зайти давно мне уже то не было мне тогда у меня дочки это было когда . меня мучила вот типа как будто ощущение они менее до щеке и вот это от напряженных мыслей да у меня значит появились появилась они менее вот этой щеке правой вот и рука и все потому что я очень сильно напряженно стала думать во первых меня мучают скобы естественно лена привет да очень сильно мучить скобы потому что ну хоть что бы ни говорили архитектура не архитектура люди с которыми я они мне очень симпатично как люди не хочу с ними спорить пересекаясь моими безумными идеями то что я вижу их рациональными объяснениями и скобы ребятушки я это вижу прекрасно я ткнула пальцем даже доменика показала и он тупо просто отошел потому что как бы не хочет даже вообще смотреть что они взаимодействуют смотрели да и они не идут по верху не штукатурки даже вы увидели прекрасно это сняла а во осте они вообще наполовину выглядывают наполовину заглядывают и значит и это вообще не нормально я я пускобы вообще пока отгоняю это раз но у меня другие очень сильно мучают вещи а теперь же добавилось это кольцо дракона это меня не мучает почему-то с драконом у меня как-то более скажем так и вот драконе вот это кольцо она меня не так сильно мучает как его тело и даже не то что она вот такое тело вот и странная как червяк это не вот это меня сильно не мучит а мучает меня именно вот такая сложная синусоидная именно волна да вот это меня мучает я уже пошла узнавать свойства синусоидной волны ребята вы сейчас упадете это но это сейчас забегаю перед не буду пока говорить про синусоидного ну вот в общем короче вот это меня мучает и открыла открылась открытие мной вот это двоичного троичного кода да вот в этом грациана висконте и этот двоичный троичный код который вообще везде он там присутствует меня очень сильно замучили вот после очень обдумывание вот этого меня как бы заклинило заклинило вот как заклинило мне начало дергаться щекам значит да начнем с дракона ладно ладно хрен с ним все-таки я ведь сразу говорила когда еще мы рассматривали в дворе на костелло сфарцеско первый раз вот этого вот этот знак на я продавал уже про него знала как бы да то есть ну пока я не была блогер объявить не придавала к этому сильного значения вот я сразу говорила что по мне это выплевывание человека то есть как бы то есть вы узнаете раньше я ну могла там заглатывание сейчас я точно могу сказать все эти мои теории иначе тогда мою теорию нельзя будет обсуждать никак что все таки это выплевывание человека во первых во вторых это туннель тело дракона для меня это туннель вот я не говорю что обязательно это именно сэмпионы туннель я хочу сказать что ребятушки вы соединение швейцарии с италией но не только с италии но еще и с францией не забывайте что швейцария у нас находится на одну сторону италия да на другую сторону швейцария франция но еще бог там и германия то есть у нее очень интересное значение положение что она выходит на многие страны вот и со всеми этими странами нас и не на туннелями потому что ребятушки уже я говорю что швейцария очень интересная не не хрен с ним там с деньгами с ролик сами там это отставим пока шапарды там и шапарды это пока оставим у нее у швейцарии очень я вам уже как-то в каком-то видео это намекала но это по моему осталось ни у кого нет ну никто во всяком случае это не поддержал уникальное расположение у швейцарии в нее можно проникнуть только через горы то есть через туннели понимаете это цена со всеми странами соединена не обязательно что она находится на две тысячи метров хотя фиг за это дальше посмотреть да как бы но все равно она окружена этими огромными горами со всех сторон хоть из швейцарии едешь хоть из франции едешь хоть ты со встретишь и ты въезжаешь значит в эту страну так называемую до швейцарию через туннели это не кажется странным есть как минимум мы знаем три но я я знаю вы знаете может быть два вы знаете вообще вы знаете один туннель по блогерам по другим в основном люди знают тогда вот этот готарский туннель да вот ну я вам открыла симпионы потому что кроме меня про симпиона вообще никто не говорил поэтому я вам открыла еще симпионы как туннель до трафараде симпионы с его симпионы но я сама себе открыла его потому что в нем не знала пока я не заинтересовалась вообще почему парк около костелла сферциско называется симпионы да и посвящен вообще-то потом я стала смотреть вообще-то посвящен это месту поселению которое находится в швейцарии да вот так началась готарский и он ведет именно швейцарию да причем очень интересно вот про готарский да я-то была уверена что он доломитах вот там проходит куда папа ездит все время отдыхать до каждые две недели и в августе вот значит как его оказывается год тарский туннель у нас можно въехать через лугану через кому тоже очень интересная вы знаете что я же вам говорила что где лагу декома да то что там где соединяется потом суга но там есть даже 450 метров глубина такого нету нигде больше не никакого озера вот все эти там у нас называется вот этот север да даже вот есть автострады вы посмотрите например с милана будет так называемый австрада дела гида страда дела гида то есть как бы все почему-то озера на гида они находятся все в одной куче их там вообще говорят 7 но больше больше их и если вместе всех взять их 20 где-то озер если взять еще и лагу дегарда это бреша но это все если вы посмотрите по карте это будет они все равно рядом расположены весь север вот италии да как бы и вот почему-то именно не как бы вот как бы рядом с швейцарии рядом с горами швейцарии да и вот луга но и кому да вот и лагу декома и это вот потом лугану я же все время говорю что это практически для меня все одно и то же озеро хотя они все там разделяются на лагу де лека на гуди кому лагу де луга на лагу маджор и на говорите а для меня если посмотреть там очень маленькие перешейки там практически это одно и то же озеро ребятушки вот и вот там есть вот этого лагу декома до 450 метров даже в одном месте больше ни одного озера вот и вот вот этих озер у них нету такой глубины да и вот это вот озеро она идет лугану а с лугану я вам показал помните я когда ездила в лугану с марку то вот мы ездили там да я вам говорю ребятушки смотрите направление на готарский туннель вот я вас обещаю я свожу вас на все эти туннели на сэмпиона уже свозила на готарский свожу а и черну церн у нас рядом вот куда вальдоост и езжу там еще один есть турный туннель который называется фреже фреже я его обожаю разносить вот и там вот в турина у нас центре помните когда начала свою вообще это я еще там спорила что у ангела змея торчала змея а теперь там звезда понимаете вот там была змея в 2013 году вот тоже поменялось пространство ребятушки и мне приходилось так спорить с людьми но и которые мне не верили когда я я еще не могла видео вам предоставить но я как бы сама лично 2013 году ездила проверяла там была змея из лба а потом стала вдруг звезда я тоже не понимаю как это произошло вот вот этот этот памятник посвящен от именно погибшим фреже да а при же у нас ребята туннель который ведет церн тут все взаимосвязано понимаете это ничего это все нужно вместе вы знаете мне в голове держать это все это очень сложно вот и верну возвращаясь просто я и специально вам оперирую для вас знакомыми всеми терминами чтобы привлечь внимание к этому потому что я об этом говорю уже с января понимаете вот и мы все равно все ближе ближе все таки подходим к швейцарии как основной как бы лаборатории производства человека как не крути понимаете эти все туннели швейцария это тело на всех костелушка которых я хожу посмотрите в грациана висконте там везде это последнее видео уже будет я уже об этом буду говорить там везде идет да это где бы я только не была и беру они и венеции да ребятушки просто где бы я только не была да и время то же самое как бы ференции да это вот этот красно-белый крест до которые дают тамплиером флаг да а это флаг швейцарии ребятушки просто как бы говорят что как бы говорят что госпитальеры да или темплиеры у них 1 1 тоже как бы вот опять же тоже не могут там как сказать между собой определиться как бы кто они госпитальеры тамплиеры я просто изучала все вот эти вот эти все организации секретные да такие как бы да они все как бы все равно же да по идее должны разделяться если у них одни и те же а я тогда стала изучать ребятушки я увидела что там одни и те же символы все одно и то же но каким-то образом они распределяются да вот странно и вот интересно госпитальеры да тоже да ну как бы вот интересно вы подумайте сами госпитальеры то значит как-то связано что-то с химией с медициной с производством чего-то в этом тело да как бы что-то что-то связано с телом лечение тела не знаю но все много спитальеры откуда это взялось до типа что почему-то говорится что они вот они вот больницы до больницы для бедных там организовали к этой херня да тоже вот странно темплиеры госпитальеры да вот и это все как бы и вот им где-то кто-то давал из этого флага что они вот они организовать швейцарии а мне кажется совсем если другое это просто швейцария это место как бы вот нашей лаборатории оно почему-то все за горам единственная страна которая вообще никакого подхода кроме как через туннели нету с любой страны и ребятушки будь то это франция я ездила я ездила из италии в париж проезжая швейцарию и мы въезжали в туннели и потом ехали немножко и потом выезжали с туннель понимаете вот и таким образом попадали куда-то куда-то попадали в францию вот и там вот это вот очень интересно да может быть мне кажется видео ему ты ездишь по этим туннелям в какой-то момент и не выйдешь понимаете то есть ехал ты по францию а никуда ты не приехал ты где не застрянешь там в этих и в туннелях потому что вся это уже наша вся земля пустоты представляете что под шва швейцарии когда я вам говорила когда ехала в семпионы вот и да я как-то не все равно ничего не почувствовала потому что меня отвлекали там это контролерша но ну прямо вот было очень удивительно что нет линии и вдруг именно на половине пути там где орел у нас стоит это все это нужно людям это я людям говорю которые смотрели мои видео приходит смс когда бен вину то и металя или например там вельком свитера то есть очень интересно это для меня не знаю я не знаю как это нормально но нормальным а для меня это не нормально что именно на половине туннеля есть линия телефонная но как-то странно не раньше не позже 20 километров туннель нету линия вот именно в середине есть линия ну вот да мне это кажется очень странным поэтому я говорю что швейцария очень странная страна очень как бы мы будем с пристрастием туда ездить естественно пока можно будет не зря она очень закрыта как бы ну и доехать до нее это тоже нелегко извините меня нужно преодолевать туннели как бы вот с любой страны с любой стороны из любой страны из которой ты въезжать из которой ты въезжаешь в швейцарию ты должен проехать ряд туннелей потому что она окружена огромными высокими горами самые высокие горы в европе это швейца разделяющие швейцарию францию италию примерно да это самые высокие горы как бы вот потом значит и вот это вот кольцо игру дракона кольцо то есть мы теперь выяснили что у дракона вот это кольцо а потом идет тело да я еще там есть еще рисунки рассмотрела все-таки у некоторых телов вот этих вот у них это колец есть все-таки выход потому что на многих вообще просто рисуют и нет просто одно кольцо да а потом идет выход вот это интересно это меня мучая не знаю ответа на этот вопрос и как бы но у меня мелькнула что это кольца церна потому что я говорю что я даю очень большую как бы но пусть это будет неправильно у меня хотя бы есть какая-то теория да как бы то есть каким-то образом это связано с церном не зря столько денег бухивают что-то пытаются открыть там действительно цель по и того что по и того зажечь какой-то вот код да там кольца естественно они открыли эти кольца вот эти концентрические круги которые там они в церне они обнаружили их это понятно вот и они пытаются как-то с ними работать понимаете включить это все да но у них не получится никогда не просто смешно ничего не не откроют понимаете никакой там не портал ничего но они по они пробуют естественно потому что вот то что до чего я дошла они дошли раньше естественно меня и поэтому они считаются не такой у них там стадии просвещения посвящения там естественно они могут знать еще больше чем но как бы я методом там и поисков интуиции дохожу они-то уже давным-давно все вот и вот эту информацию которую я вам говорю скорее всего знают но включите ничего не включат без меня им нужно работать со мной да и поэтому продвигать мой канал это шутка шутка господи поэтому ребятушки вот это лилия давали тренилили это не королевская лилия никакая это вот везде мы видим 2 и 3 да вот я вам уже там видео говорю 3 это как бы получается как голова дракона едва ответвления но это не значит и дракона а это что другое это какой-то троичный код а двоичный код это у нас от мир латы а мир латы тех же самых мир латах зубцах, да, есть две, да, вот разделения, а есть на три разделения, и оттуда выходит что-то, есть, я вам даже сняла, где откуда выходит пучок, прямо вот конкретно, не как вот даже маленький, там я увидела в Костелос-Фарцеско, когда на вечернюю ходила, а вот в этой, в Грациано-Висконте, ну, прямо конкретно выходит труба с пирамидой, вообще, круто, да, это, говорит, это какой-то код, ребятушки, я не знаю, я уже, у меня было очень большое желание постучать, у меня мама когда-то выстукивала коды, когда она очень сильно, она вот была там в начале 90-х годов, она была там в этих группах, там по Уфо, там, по НЛО, вот, и однажды ей был код, на небе, она увидела код, и она его выстучила, ей было очень, ее ударило как током, да, вот, поэтому я хотела постучать, конечно, два-три, да, ну, не знаю, я не знаю, как, я не знаю, это чисто интуитивно, но я решила не делать это, потому что мне и так нехорошо, в плане того, что смотрите, как интересно, я заболевала, у меня очень сильно болело горло, я даже не написала, горло раздирают вообще, то есть, вчера я заболевала, ребятушки, я просто думала, все, сегодня я проснусь больной, ну, и хрен с ним, я хоть очищусь, да, и что вы думаете, я проснулась абсолютно здоровая, у меня вообще ни намека на болезнь горла, ни намека никакого, я не знаю, что, просто, я говорил, со мной, ребята, происходят странные вещи, во-первых, у меня упало два ногтя, и там растут новые, я не знаю, мне просто один итальянец, мою знакомый, сказал, что это очень хорошо, то есть, это какое-то очищение организма, очень мощно идет, я вообще абсолютно не чищусь, но вот единственное, у меня чистка, это, наверное, вот мне ходить везде, особенно в горах, где я стала ходить, и в туннели, может быть, как-то действуют на меня, я не знаю, и плюс у меня растет очень много волос, я говорю, что, ребята, еще мама мне говорит, просто они очень сильно короткие, видите, мне приходится даже гелем и кладывать, но вы видите, все равно у меня подушка, она как бы торчит, все равно, я куча невидимок использую, но я не могу всех их удержать, то есть, они все равно поднимаются, но, но при этом все у меня длинные были, сейчас у меня короткий стал хвостик, все это упало у меня, вот то, что у меня было здесь, у меня волосы все на макушке, их очень много, они короткие, и мама говорит, давай я тебе чай, там, скажу, какой попить, там, этот, ромашковый, чтобы они в длину росли, я говорю, мама, я боюсь, что у меня еще больше их будет, их ненормальное количество этих волос, я говорю, они вообще как у меня встанут, потом все вот это, как это, как у, как у дракона, изменения у меня, ребятушки, конечно, изумительные, вот это, вот в теле происходит, или это вот, то, что я хожу все время рядом в Швейцарии, я не знаю, ну, по идее, тогда все швейцарцы должны быть, ну, нет, там какой-то, я не знаю, там какое-то свое, как бы, ну, что можешь в правильных местах ходить, я не знаю, может быть, это фенестрели, там нужно ходить, потому что этот дед, который экскурсовод, колонель, ну, я не знаю, как он, колонель, это генерал или, ну, скорее всего, это полковник, вот, вы бы видели, он старый, очень старый, но какой он, какой он просто, да, вот, это, и, короче, вот, чем я хотела, просто пояснить свои вот эти вот, свои эти мысли, которые я пыталась вчера, как бы, потому что мне мешали люди, они стояли, они, люди мне постоянно мешают, ребята, мне какие-то вот эти вот, вот эти вот лаборанты, лаборанты, да, которые там лаборарию, кооперируют там, да, работают там где-то там, где в Швейцарии, например, да, они действительно мешают, мне постоянно посылают людей, которые мне, раз я чувствую, когда у меня такая, знаете, бывает мысль такая, вот, я сейчас вот чё-то рожу, и пум, меня вот мешает, кто-то звонит, какой-то неприятный звонок, либо она мне истерика устраивает, либо меня отвлекли, либо мне нужно обязательно срочно в магазин, либо мне животные начинают тоже, кстати и кошкой надо начинать так орать я сразу ну или light начинает милюшечка то есть много разных таких отвлекающих от чего-то того что я не знаю к чему-то ну естественно мы ничему не придем но но интересно же как бы я считаю что лучше блин ребятушки просто лучше вот такую идею блюсти чем все вот это вот уже теории которые никуда не зашли не завели уже никуда понимаете вот я считаю что хотя бы у меня какой-то свежий ветер вот это и в общем будем разрабатывать в общем я вам говорю ребятушки дракона это мне кажется вот этот кольцо дракона это одно из колец церна это раз потом двоичный троичный код который везде мы видим вот но если хотите постучите ну я я не собираю я не хочу стучать пока пока и в общем может быть что-нибудь я выродиться вот я вот сейчас рассказываю что у меня как бы это да как сказать плюс это мембраны да вот это вот берлата не еще и мембраны вы этого встреча чего-то вот это вот свет светлого смысле света который вот вот сейчас солнце я имею виду я не говорю там добрый я уже не разделяю на доброе хорошее потому что это как бы это но это нет этого доброго хорошая есть свет смысле что солнечный свет и ночной этот как-то вот но вот как-то выход туннелей там темно до выход на свет это вот на солнечно да как-то not вот это вот мембраны и для этого ты да действительно что-то высасывать что-то или засасывает действительно то есть есть тут я согласна кто мне там подсказывал как-то это связано муж со строительством всех этих объектов я не знаю потому что может быть вот эта жижа и корка это не как-то когда им нужно темно когда есть светло то есть как-то это ну как печки вот пирог то созревает там нужно там 200 температура понимаете какие-то условия в общем короче нужны при которых нужно чтобы и было и солнечный свет и темный свет там значит это вот а наверное чтоб нас испечь да ну вот пирожки мы дамы как пирожки но там же огонь есть да у дракона там наверно вообще еще супер какие-то условия должны создаваться но не не знаю каким-то образом ребята у меня еще я еще вообще еще супер ужасным дел мыслями работаю вот ведь и не зря же пепел божественного огня это сода до сода на же все таки там и натрии ли все-таки натрий калий да а у нас это вот это вот накипь там же кальций да я не знаю вот я вот думаю над этим сейчас каким образом сода и жижа и ведь и первородное что-то и бульон то помните я никогда не забуду это и на и на это одна из единственных программ который я как бы уважаю вот в этом прям тиви больше я там практически после этого ничего не смотрел потому что считаю что все что связано было было с содой там была самая нормальная программа и я ее как бы тогда есть в свое время не стала изучать неумывакина стала пить суду и и не знаю плохого она мне ничего не сделал ребятушки человек говорит которая 7 лет как бы это опыт при нем приема вот ну вот я как то вот вот я еще на это вот меня еще я же жижи тоже думаю естественно корка жижа как это все образуется такое чувство что мы как-то вот заглянули в какой-то вот за пределы возможности человеческого мозга понимаете как бы куда меня клонит я не знаю что либо в сумасшедшие да в сумасшедший дом меня клонит блин ну вот образование всего понимаете это наглядно нам вот эта крепость показывает понимаете куда мы забрели забрели извините меня два раза намеренно ездила и за этим я еще и желание еще третий раз ездить вот потому что я еще в округе там не так и не так и не как говорится не как сказать не посмотрела хочу вас отвезти в комарьер естественно да это комарьер это вот как раз над аостой и показать вам как там все все в стенах и все там где-то будет примерно ну высоко высоко да вот грисон и это тоже рядом все да вот и вот все таки съездить сам бернар вот проехать этот фрежо вот этот вот знаменитый тоже еще один туннель который как бы один из трех знаменитых туннелей для меня важных очень образований человек человек выплевывание человека то есть я то занималась все вот этим раньше значит лаборатории по образованию человека да а теперь у меня это жижа еще добавилось и я так думаю что жижа она тоже какое-то значение имеет еще я вам подкину напоследок тему очень важно очень интересно и подтверждающий что я точно на каком-то правильном пути я до того как я пошла уже жижей да нет смысле я уже когда поехала пенестреле да я почему-то ни с того ни сего а про жижа то я уже знала и у как бы мы уже многих местах и увидели да это я начала смотреть интерпретацию твим пикса ну потому что меня носальгия есть по этому фильму вот хотя я не знаю почему но сейчас я не могу его пересматривать мне кажется он каким-то глупым не знаю просто плохо хотя линча я очень уважаю что он такой же безумный как я и вдруг я узнаю вот так просто я вот по эти ну как фон включая иногда я вам говорю что иногда я стресс-обзоры смотрела да на на ужастики теперь у меня вот этот фон у меня пошел твим пиксом все герои там я иногда даже вообще полуха слушаю но вдруг у меня один раз у меня мозг выпить цепил одну вещь по которой теперь очень внимательно вообще всех героев рассмотрела как бы твим пикса и хочу пересмотреть все такие огонь и иди за мной в фильм который я не стала смотреть то что мне казалось тому слишком все страшно когда-то когда-то а потом уже как-то и забыла но вы прикиньте вдруг я узнаю что у дэвида линча вот это вот плохое да ну вот у него все равно есть разделение на плохое и хорошее хотя сейчас я интервью он говорит то же самое что я говорю что плохого хорошего как такового нету есть темные светлые да как бы вот то есть день и ночь грубо говоря так вот ребятушки у него субстанция уже даже жида прикиньте там он говорит что субстанция вот это плохое вышло из субстанции до на основе кукурузной каши ребята это просто пюре 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 прикиньте кукурузное пюре можете даже посмотреть сами если мне не верите и там еще он абразию тоже за как бы что типа кукуруза это символ солнца до символ золото до символ плодородия да типа что и вот это вот цвета и амброзия когда помните абразиан я говорил электрон так вот вот какая связь почему это говорю вот там одна мне новая новая какая-то женщина до написала что по дракона было написано да типа что электр до электр самое интересное что когда водила электр гугли мне выдал электрон электр электр да не мог быть выбран выбран выбраться я просто почитала но вот первое слово там непонятно то ли францар 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 царь да какой то вот то есть то есть я просто подумала что электр да и нектар да тоже как-то очень-очень-очень значение и вот электро и брать амброзий это электрон по-гречески да вот тоже но это я бы говорила когда-то уже летом еще и даже не летом а весной я это когда про амброзия про святого амброзия святой абразиан это это патрон милан отец милана как бы они ему поклоняются понимаете а он причем был не христианином папа он был вообще вы вот этим вот битро митро да как бы если был если уж слушать официальную историю даже они признают что он поклонялся митре и принес он это сразу с римской с рима он принес тогда как бы вот и его имя можно перевести то есть он от санта броджо да в милане а на самом деле он амброзий если его ну его переводят как амброзий да то есть по-русски его можно сказать как амброзий и я везде искала это слово и амбра да вот это вот желтое да но и и вот это амбра она амброзия да амброзий и это электрон мы сейчас леной все время шутим что электрон электрон вот и короче вот такие пирожки понимаете а электрон все равно как-то связано с энергии что-то такое включение чего-то да и вот там вот вот именно под змеей написано но он электр да вот я нам еще интересно написал там вик это туннель да тоже ну там вот картинка дано было на ней конечно остановиться более более это она очень подходит к моим то как раз потому что корону там уже выяснили что корона это не корона это не царь не царская корона это вот это все вот эти вот арки стены просто уже я еще просто коронам не возвращаюсь я не не ставлю гербы которые я изучаю уже тоже несколько месяцев до я все обещаю сделать как бы видео вот по гербам только не знаю что мне просто не хватает времени мне нужно их систематизировать но просто кому интересно кто еще не знают мои эти посмотрите гербы там я не знаю там ро наберите ро или наберите линия но и вы посмотрите что такое корона вообще корона это совсем не то что вы думаете корона это это арки и башни и стены вот вниз вот откуда я говорю что идут стены вниз и пустоты от это за это с корон у меня вышло вообще короче ребятушки вот такая сегодня ужас супер всего информация голова у меня пухнет в общем сам факт того что все и ведет все пути ведут ребята швейцарию церн и мы поедем туда вот и не зря они катарскому туннелю они там что-то там делали вот это вот представление да с козлом я не знаю козел еще нужно будет как бы но горный козел горный козел наверное скорее всего это не то что козел там дьявол какой-то а горный козел он что-то знает как бы расширяйте не ну некоторые кто например там не хочет как бы мы ко мне прислушиваться расширяйте сознание не думайте только что есть масоны там есть десантонисты есть там это что-то есть больше чем чем мы думаем больше чем мы чем но факт то что все равно все как-то каким-то образом ведет швейцарию понимаете ну ладно сегодня хватит а то у меня сейчас схватит меня это у меня говорю что меня не менее просто идет от напряженного напряженного от напряженного мышления женский ум уже не выдерживает просто всей этой информации пока пока